Попытка номер два. Привет-привет, добро пожаловать в новый влог. Сегодня у нас день открытых дверей, а я пыталась с самого утра снять рилс, и меня постоянно дергали. В общем, вышло, что вышло. И также оказалось, что мы вечером идем в гости к нашему крестному Игната, к его семье. Так что я уже при параде. Я подумала, почему бы не начать снимать влог. И также я настолько загружена в последнее время какими-то формальными делами и бумажками, что у меня не хватает времени на отдельный ролик с моими покупками на осень и зиму. Поэтому я покажу вам еще что-то во влоге. И вообще я заметила, что отдельное видео с покупкой, с примерками, с образами, на которые я трачу четыре рабочих дня целых, смотрят меньше, чем влоги. А потом начинаются вопросы. Откуда то до это? Поэтому я покажу вам так, как есть, по-быстрому и во влоге. И вот я так размышляю. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам это интересно. В своем инстаграме я выкладывала вот эти картинки. Это капсула, которую я составила для себя на осень и зиму. Возможно, она еще чуть-чуть будет корректироваться. И если вам будет интересна эта тема, чтобы я более подробно рассказала, как я создаю такие коллажи, в какой программе, как это можно сделать по-другому, чем я руководствуюсь, что стоит там учесть конкретно для вас. У всех такая капсула будет отличаться. И, конечно же, количество вещей может быть гораздо меньше. Это моя такая основа, вокруг которой я потом строю все остальное. Конечно же, на меня влияют тренды. Мне самой интересна эта тема. Поэтому я покупаю и более актуальные вещи, какие-то нестандартные, не базовые, не капсульные и, возможно, более сложные, не так часто надеваемые. И сегодня тоже будет и такое, и такое, наверное. И знаете что? Вот в зависимости от комментариев, если вы захотите, чтобы я более подробно, скажем так, осветила эту тему, то я сделаю. А так, почему-то вот такая странная статистика, что о покупках смотрят меньше. И знаете, что еще? Я тут рылась в своих документах и нашла кое-что очень интересное. Это мой польский диплом. Я вообще напрочь забыла о том, что у меня их целых два. Я училась на заочном, потому что я закончила бакалавра в Украине, то есть 4 года отучилась, приехала сюда и начала заново. И я вообще записалась в английскую группу, которая не собралась. И я еще тогда недостаточно знала польский язык, и мне нужно было очень быстро его выучить, прям в экспресс-темпе, потому что меня перенесли в польскую группу. А я тогда, ну, чисто о погоде могла поговорить, и я никогда в жизни не забуду. Сейчас я вот это вспоминаю, и у меня нет такого ощущения, что это реально было со мной, что я и такое тоже прошла. Наверняка многие из вас тоже сталкивались с этим. Я, короче, пришла на первую пару, и это был предмет аналитические техники в бизнесе. И это, грубо говоря, Excel, блин, по-польски. А я и вообще любые точные науки, там, математика, Excel — это тоже там разные формулы, нужно соображать. У меня в эту сторону не сильно мозги работают, еще и на польском. И доходило до того, когда кто-то говорил, ну, не кто-то, а преподаватель, типа, 3,2. И я понимаю 3, понимаю 2, ну, 2. А что такое пшетинок? Ну, то есть запятая. Вообще не бум-бум по-польски. И когда она говорит, там, график нужно вставить, ну, не график, а что-то там другое, короче, многих слов я тупо не знала. И это было достаточно стрессово. Именно тогда я познакомилась со своей подругой, которой я потом когда-то уже ездила на девичник в Рим. И она меня поддерживала, и она мне просто иногда показывала пальцем, иногда говорила на английском, о чем идет речь. Но это вот первые два месяца, наверное, мне было сложно. И вообще я училась на заочном, потому что я хотела как можно быстрее пойти на работу. И я потом одновременно совмещала и учебу, и две работы. Так что был у меня и такой период. И на фитнес я тогда ходила на 9 часов. Нет, даже на полдесятого. И возвращалась в 11 домой. Вот это, конечно, было жестко. Я вот нашла свой диплом по рекламе и маркетингу в Польше. Кстати, это я в 2015 году. Именно тогда мне выдали его. И тогда мой университет сотрудничал еще с одним в Оксфорде. Но это не тот Оксфорд, о котором мы подумали. Можно было получить еще один. Так, это моя вторая фотка. Еще один. Вот такой. На английском языке. Интересно. Столько всего в жизни происходит, что у тебя какие-то детали просто утекают из памяти. Сейчас универ, в котором я училась, объединился с более крупным, тоже частным, в Варшаве. И, в общем, такая вот история. А еще интересно, что четырехлетнюю программу в этом универе я заканчивала чуть дольше. Потому что я могла сама брать в один семестр столько предметов, которые я смогу осилить. Чтобы я посещала и пары на читку лекций. И могла там все зачеты, экзамены сдать нормально, подготовиться к этому. И я брала там не больше, чем два-три. А потом у меня был еще и перерыв, потому что я забеременела. Я родила первого ребенка. Диплом я писала, уже будучи беременной, Игнатом. И защищалась я тоже, когда мне его выдали. О, 29 января. Но у меня как-то была защита, типа не перед днем рождения, а что-то такое. Ну, я помню, зима была, я с таким конкретным животиком. И меня так долго расспрашивали. Я помню, что я так волновалась и хотела, чтобы это как можно скорее закончилось. А у преподавателей было так много дополнительных вопросов. Не потому что там я тему не раскрыла, а потому что я писала о влиянии блогеров на покупки. И это тогда была новая тема, и это было интересно, и тем более можно было узнать это все изнутри. И те, кто со мной очень давно, господи, девочки, почти 10 лет прошло с того времени. Возможно, вы помните, может, кто-то остался еще из старичков. Вместе со мной я создавала анкету и просила моих зрителей ее заполнить. Вот такая вот история из жизни небольшая. Ну, а теперь пойдем смотреть новиночки. Хочется начать со своего пушистика. Это свитер от польского бренда Клу. Они сейчас много где продаются, но там я увидела впервые. Еще не сразу успела заказать. Он пользовался огромной популярностью. Есть в разных цветах, есть в качестве кардигана с длинным рукавом. Но мне показалось, что так как я люблю постоянно подкатывать рукав, мне будет так удобнее, и я не прогадала. Очень красивый, насыщенный, шоколадный цвет. Свитер теплый, приятный, такой воздушный, но не тонкий. И цвет, ну я вообще влюблена, он так ко многому будет подходить. И на мне сегодня еще и не юбка, а платье, которому уже несколько лет, 4-3, что-то такое. Это украинский бренд NAMIZEN. Платье на тонких бретелях. И это не такой дешевый сатин, как в Zara. Очень приятная ткань, не парит, чуть-чуть мнется. И они тогда были тоже в разных расцветках. Не знаю, нужно глянуть на NAMIZEN, продаются ли они сейчас. Но платье очень универсальное. Как видите, надеваю его даже под свитер, у меня получается очень красивая юбка. И у меня этому платью уже, как видите, много лет, и я постоянно его комбинирую с чем-то разным. И как-то в этом сезоне шоколадный настолько популярен, и я тоже открыла его для себя с новой стороны. И не могу наглядеться. Но настолько это роскошно по-осеннему, по-новому как-то, да, без ассоциации с чем-то старомодным. И у меня еще сапоги, которые с прошлого года H&M похожие есть в Zara. Покажу вам, я заказала другого цвета. Ну и черные. Практически в каждом масс-маркете они только тоже представлены. Платье имеет длину, на мой рост, между миди и макси. У меня платье в размере S, XS сидело более, так знаете, по фигуре, и я решила оставить посвободнее себе. Скроеное по косой. Ну а свитер одна большая любовь. И у меня сегодня кроссбади на металлической цепочке, но здесь я также вижу любую другую сумку, более элегантную, через плечо, например. Свитер мне очень нравится, и он однозначно будет согревать меня зимой. Меня совершенно не смущает то, что он такой воздушный, пушистый, меня он не особо колет, и он однозначно будет меня согревать этой зимой. И осенью заказала я себе гигантский жакет в Zara. Это размер XS, и мне хотелось, чтобы он был прям сильно оверсайз. Я в основном буду носить его в расстегнутом виде, со всякими там кожаными леггинсами, черного цвета, бежевого, бордового. Если вам такое нравится, тоже покажу вам несколько новинок. И еще мне нравится с мини-юбкой, но сегодня будет и с миди платьем, раз я уже в нем добавила браслет, это Алиэкспресс, он очень классный, стильный, недорогой при этом. И вот такой наряд у нас получился на вечер, у нас скоро годовщина, возможно, я так и пойду. Сумочка полен сюда хорошо впишется, единственное, что я постараюсь снять вот этот длинный ремешок. Мне очень нравится, любите ли вы такое сочетание женственности и мускулинности. Также у меня новые сапоги, вот такие лаковые, и не знаю, камера покажет или нет, но это темно-темно-сливовый цвет. И мне нравится то, что здесь маленький каблук, который совсем не ощущается, они не узкие, а широкие скорее, прикольно выглядят. Это Zara, но я закажу себе на размер меньше. Я продолжаю бороться со своей ногой, надеюсь, что это не навсегда, до сих пор не могу вообще выгнуть ее таким образом, чтобы хотя бы на 3 секунды обуть каблук повыше. Но чуть выше могу, а то, что раньше обувало, вообще нет. Сапоги прикольные, но они могли бы стоить меньше, это не кожа все-таки. Следующий наряд, что-то абсолютно новое для меня, лонгслив очень старый, это Эмикло, но он не скатался, у него настолько удачный цвет, я продолжаю его носить уже много лет. Жакет Zara, сумка под замуж, я тоже покажу вам ее поближе, она многих интересовала в инстаграме. И тарам, мини-юбка, это еще не все, потому что на мне лоферы с носочками. Да, даже на мой невысокий рост я решила попробовать и мне кайфово. Лоферы у меня Hegos Milano еще с прошлого сезона, а носочки я покупала в Zara сейчас. Там сразу два цвета, серый и этот. Юбка все еще с этикеткой, потому что она на низкой посадке и экстремально короткая, как для меня, во всяком случае, я уже редко такое надеваю, я взяла ее себе в 36 размере, чтобы спустить ее на бедра, они у меня не узкие и очень удачный цвет. Тут выглядывают колкутки, и она еще интересно застегивается, видите, так по косой как будто. И всякие там мини-юбки я больше всего люблю носить с огромными жакетами, чтобы он практически прикрывал это все, чтобы не привлекать слишком много внимания именно на мини. И вот так буду щеголять, почему и нет. Очки у меня чисто для стиля, хотя я вообще ношу очки для коррекции зрения. У меня минус, и возможно я вставлю сюда стекла. И вообще, если мне сильно понравится, я уже давно хочу купить себе какую-то оправу для очков для зрения, помассивнее, чем у меня сейчас. И также какие-то типа коричневые или черепаховые, что-то такое модное и стильное. Поэтому, как вариант, для того, чтобы вообще понять, надо оно мне или нет. Но сейчас вот буду надевать к этому наряду. Когда я беру вот эти очки, я обычно связываю волосы, но сегодня у меня вроде как получилась укладка, поэтому не хочется их связывать. Сумка под замш, темно-коричневого цвета, и я покупала ее, девочки, в инстаграме мне попалось, я отыщу в своих заказах и покажу вам. Она достаточно вместительная, с золотой фурнитурой, похожа на ботегу, но не ботега. И это тоже не подделка, здесь нет никаких вот, знаете, надписей, что это типа ботега, да. Сейчас очень многие, даже масс-маркеты вдохновляются люксом, и в этом нет ничего такого. Это наверняка не один к одному, но ее можно носить как на вот так изгибе руки, так и на плече. И ко всяким там уютным образам, это вообще отменный вариант. И сейчас замша это тренд, эко замша тоже. Но мне кажется, что такие сумки, которые сейчас у всех и везде, они не совсем мне подходят по стилю. А это очень даже. И не только к этому наряду, а вообще ко многому из того, что у меня уже имеется. Вот такое здесь плетение. Я знаю, что многие заказывают на Etsy, там тоже есть разные варианты. Я выбирала между этой и серой, такой практически графитовой узелок. Вот, и они там есть и разных размеров, и разных цветов. Я не знаю, куда именно они доставляют. Ну, то есть в Польшу доставка была. И наверняка есть доставка по всей Европе. Внутри она под кожу. И слава богу, потому что у меня открылся карандаш в сумке, и все запачкал. Сейчас буду очищать. Одно отделение и карман. Ну, такой, знаете, и не совсем маленький, и не прям что большой. Фурнитура хорошая, не лимонное золото, а типа, как знаете, желтое, вот подсостаренное. Мне очень нравится такое. И сумочка, я довольна. Она обошлась мне где-то около 100 евро, ой, 100 долларов где-то. У нас снова вроде как потеплело, поэтому все мои свитеры ждут теплого, тьфу, теплого, холодного времени года. И я вообще-то собиралась носить с кожаной курточкой или с вот таким укороченным пальто, которое я покупала в этом сезоне. Это резервт. И оно, видите, в такую типа елочку, да, бежевый с коричневым. Сюда тоже здорово подходит. Моя сумка лаковая с брюками, даже не обязательно на каблуке, а можно и без каблука, чтобы было удобно по-быстрому и так далее. В общем, вариантов есть много, и поэтому мне нравятся всякие такие вещи, которые я могу носить не с чем-то одним, а прям играться, несмотря на то, что это база. Девочки, я как уперлась, мне нужен был, ну, баклажановый, наверное. Сейчас и бордовые всякие, и баклажановые, и сливовые. Я хотела себе именно такой оттенок теплого свитера. Заказывала во многих магазинах, но хочу вам сказать, что у And Other Stories просто самое крутое качество. И они неубиваемые. Еще мне нравится коз. Я его подвернула, чтобы показать, как я буду носить этот свитер с темно-коричневыми шоколадными, практически черными брюками на высокой посадке. Они такие свободненькие, ну, то есть не в облипку. У меня размер, ладно, XS, еще здесь есть упаковка, то есть если, упаковка, этикетка, если вы прям совсем малышка-малышка, вы в них утонете. То есть по факту это эска, можно сказать, в которую я тоже помещаюсь, которая никак не сковывает мою фигуру, движение и так далее. Это просто широкие брюки с защипами. Одно время было сложно найти брюки. И, кстати, брюки я тоже покупала в H&M, в Косе, много где. И вот эти из Zara лучше всего сели на меня. Видите, такой темно-темно. Коричневый цвет издалека даже может казаться черным. А свитер плотный, шерстяной, все дела. Ой, извините, что-то прицепилось. Не видела. Вот вам и лайв-формат. Он свободный, не в обтяжку, но я даже думала о том, чтобы поменять его на эксцесс, чтобы поменьше нужно было заправлять или в брюки, или подворачивать. Но потом мы их уже разобрали. У нас, кстати, в интернет-магазине H&M продают вещи Arket, Кос, And Other Stories и еще что-то. То есть все, что входит в их один общий концерн. И я заказывала его даже не в магазине And Other Stories, а именно в H&M. Зимние вещи And Other Stories очень хорошо носятся. Видите, он не тонкий. Он такой, как нужно. Они не скатываются, эти свитеры, прям на годы. Можно смело брать. И цвета есть абсолютно разные. И пудрово-розовые, и модные, и базовые, там серые всякие. Класс. И вот такой оттенок. Я не знаю, это баклажан или нет. В общем, видите. Что-то между. Что-то трендовое, очень классное. И с черным, и с серым, и с темно-коричневым. Что-то этот свитер сюда не пляшет. Ну, ладно, другой в стирке. Без вот этих всяких узоров. Джинсы H&M. Я заказывала их в сентябре. Они не на очень высокой посадке. Они сидят свободно в бедрах, в талии, в ногах. Везде, на самом деле. Как-то так. Но меня это не особо смущает. Мне это даже нравится. Я специально взяла себе 36 размер, который растягивается. Это свободные джинсы. Это не потому, что я такой дрыщ. На попе тоже классно сидят. И я взяла себе 36 для того, чтобы они не были короткими. Я смогу надевать их, например, с угами на платформе или к каблуку. Такой универсальный, не слишком светлолетний джинс. Прямо то, что надо. И красиво будет выглядеть с шоколадным, с белым, с рыжим, с серым. С каким угодно. И с черным тоже. Джинсы, между прочим, не дубовые. И я иногда в них еще наглаживаю стрелку. Тогда вообще еще более элегантно. И мое укороченное пальто. Это H&M. Но их какая-то премиальная линейка. Господи, боже мой. Кому я там так сильно нужна? И вот это, знаете, такой не пепельный. А он с небольшой голубизной. И тоже с шоколадом, с рыженьким на контрасте. Очень круто выглядит. Это шерстяное пальто. Оно такое теплое. Ткань не тонкая. Даже зимой в нашу погоду смогу надевать. Если не будет прям сильных морозов. Очень яркое солнце. Давайте так попытаюсь показать. Видите, оно плотненькое. Кстати, здесь вот какая-то маркировка, что это типа итальянская ткань. Возможно, в коллаборации с каким-то итальянским брендом. Еще внутри кармашек. Ну, короче, внутри оно выполнено действительно классно. Сниму каблуки. Вот такое. И это у меня размер XS. Как видите, оно не маленькое. Два ряда пуговиц. И они темные. Я думала вернуть, но купила я его с 20% скидкой. И все же решила оставить. Подплечники имеются. Классные. К черным брюкам. К светлым. И к джинсам. Заказала еще кожаные леггинсы из Zara. Самые обычные. Черные. Такие базовые. Но они приедут завтра. А завтра я не могу снимать. Я занята. И хотела вот этот свитер носить с кожаными леггинсами. В первую очередь. Это H&M. Очень классный трикотаж. Я думаю, что здесь хлопок. Потом посмотрю на этикетки. Но они были еще в прошлом году в продаже. Я показывала вам во влоге. Себе хотела позже купить. Но уже не было моего размера. Я взяла S. И она была слишком большой. Но зато на мою маму она села безупречно. То есть это такой оверсайз. Свободный. И она с удовольствием его забрала. В этом сезоне они снова появились. И я взяла себе здесь. Видите, такая стоечка. Там мои пачки, которые поедут обратно. То, что мне не подошло и не понравилось. Здесь сбоку разрезы. Ну, чисто, знаете, такая осенняя-зимняя база. К леггинсам, к грубым ботинкам. Прикрывают бедра. К широким брюкам не очень. Но зато в этих брюках я тоже могу вам показать ботинки новые. Которые я заказала в Заре. И они точно останутся. Они очень удобные. Я думала взять кожаные. Но как-то я не нашла такую модель, Которая бы меня устроила. И, в принципе, вы знаете, я нормально ношу кожзам. Все окей. Очень стильные. Здесь такой удобный каблук. Вообще не ощущаю его. Могу гонять так целый день. Видите, они вот такие по высоте. То есть хорошо под брюки тоже зайдут. Или поверх леггинсов. И с какими-то широкими брюками тоже классно будет выглядывать носик. И каблук здесь не ковбойский, а чисто классический. То есть носик аккуратненький. И еще строчка прямо посередине, что визуально будет дополнять мои леггинсы, которые приедут. И визуально будет меня это все вытягивать. Девочки, я тут в шоках. Я вам показала столько много вещей из Зары. И я вообще люблю этот магазин. Как и каждый другой. Там можно найти что-то классное. И там очень много всего непонятного. И некачественного. И качественного. Короче, как попадешь. Я не это хотела вам сказать. Меня они чуть не развели почти на 200 долларов. И я бы этого не заметила. Мы были в гостях у Михаила с Сандрой. Мы что-то там заговорили о возвратах. И она пожаловалась. Говорит, типа, вот я возвращаю огромную посылку. Потому что я тоже часто заказываю там померить, посмотреть, что это. Иногда несколько размеров беру. И оставляю только один. А остальное возвращаю. И она говорит, что делает так же. И потом, когда возвращаешь, тебе возвращают на счет. Не целую сумму. А, например, без 30 долларов. И как-то так ты глянул. Вроде как возврат пришел. И я в спешке, честно. Но, с одной стороны, это и моя вина. Что это мне проконтролировало. Сколько денег должно было прийти. И сколько пришло по факту на счет. Но с другой, раньше такого не было. И я начала проверять заказы с января. И в каждом заказе у меня там от 30 долларов до 50 даже. И я как-то так не замечала этого. И собралось почти 200. Я сегодня так разозлилась. Я позвонила на инфолинию. Сказала, что я такое заметила. И я как бы не устраивала истерику. Там ни с кем не скандалила. Но, блин, было неприятно. И прямо на инфолинии все проверили. И моментально вернули. Говорят, извините, то какая-то ошибка системы была. То еще что-то там. То просто в системе было указано, что деньги не вернулись. Но деньги пришли. Я перелопатила весь банк с января. И да, иногда на сайте указано, что в ожидании возврат, а по факту деньги вернули. И такое тоже может быть. Ну, как бы следите. Не будьте как я. Я таки приболела. Голос у меня соответствующий. Такой сезон у нас простуд. У меня сегодня день на домашнем. Я буду готовить всякие вкусности. Я очень люблю тыкву. И для начала я сделаю пасту на обед. Вот так прикол, да, поехать на тыквенную ферму, чтобы купить тыквы потом на рынке. Между прочим, самые красивые и декоративные тоже были на рынке. Все, в следующем году поеду туда за ними. У меня сегодня вот такой вид, она зеленоватая снаружи. У нее очень красивая форма. И она, как видите, уже немножко нарезана. Я ее очистила. И что нам необходимо для пасты? Я видела несколько вариаций рецептов. Ну, то есть как идею, да. Но я буду делать немного по-своему. Нам понадобится лук, чеснок. Приправу в основном будем добавлять уже в конце. Небольшое количество сливок. У меня также с рынка есть кустик тимьяна. Я очень люблю эту приправу. Особенно для запекания мяса, там овощей. Вот. И прежде чем мы перейдем к подготовке пасты, сделаем соус для нее из тыквы. Нарезаем нашу очищенную тыкву. Вот такими крупными кусками, не очищая от кожуры. Я запеку все части моей тыковки, потому что этот вид тоже хорошо подходит для панкейков. Например, лук разрезаем пополам. И головку чеснока вот таким образом, чтобы у нас получился типа как цветочек. Это, кстати, не так просто, как выглядит на всех видео. Выкладываем наши овощи в форму. У меня половинка чеснока и половинка лука. И хорошо поливаем оливковым маслом. Еще я так подумала, что вкусно будет добавить томатную пасту. Буквально там чайную ложечку. Но я лучше возьму свежий помидор, пока у нас еще есть вкуснейшие овощи. Немножко тимьяна. Немного хлопьев красного перца. Нечуть острое, но я острое люблю. Хоть не его не особо можно есть. Но я думаю, что иногда простительно. Кстати, из таких же овощей вы потом можете сделать вкуснейший суп. Из запеченных он получается еще роскошнее. Еще более ароматно, так насыщенно. Просто добавите потом бульон какой-то, чтобы суп был более жидким. Ну что, ставим запекать до готовности. Если заметите, что овощи подгорают, их можно накрыть или бумагой для выпечки, или же фольгой. Овощи запеклись. И теперь мы будем перемалывать их в блендере до однородной консистенции. Чтобы потом из этого у нас получился классный соус. В блендер кладем приправу. Я добавлю еще немножко тимьяна. Если вы не любите это все, то просто соль, перец. У нас будет еще сыр, поэтому с солью не перебарщивайте. Лучше досолить, чем пересолить. Перемалываем. Ставим отвариваться пасту. У меня получилось очень много тыквенного пюре. Но ничего, завтра я, может, какие-то нёки с ним сделаю. Выкладываем на сковородку. Чуть-чуть сливок. Сыр типа пармезан, какой-то твердых сортов. И мне прям хочется много перца. И доводим до кипения. Отваренные макароны перемешиваем с нашим соусом. Еще раз сверху посыпаем сыром. И всем любителям тыквы посвящается. Но я, честно говоря, взяла бы все-таки тыкву Хоккайдо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я в каком-то подземелье. Ну, почти. И здесь такая небольшая комнатка, где можно подождать, пока тебе поменяют резину. Я боюсь, что у нас может резко похолодать. Начнутся заморозки. Поэтому заранее готовлюсь к зимнему холодному сезону. И потом, когда ударят заморозки, записаться очень сложно. Нужно ждать неделями. А я все-таки еще где-то помню мою аварию в прошлом году. А если я буду знать, что уже скользко на дороге, то на летней резине, даже на шиномонтаж, я бы не доехала. И не позволила в этом мог уехать. Поэтому готовим сани с лета. Раз я показываю вам в этом видео свои наряды, то покажу, как я выгляжу в понедельник, когда у меня очень много каких-то около домашних дел, помимо маникюра. И так я выгляжу, когда мне нужно спешить, нести покупки для дома и так далее, чтобы мне было удобно и тепло. Такие широкие штаны, теплые у меня костюм. Наверное, в следующих видео сделаю вам обзорчик. Оно того стоит. Пальто манго. Сейчас продаются такие же, причем в разных цветах. Сумочка полен для того, чтобы освободить свои руки во время закупки продуктов. И старые шоколадные лоферы, которые я обожаю. Они как тапочки. И это Массимо Дутти. Я очень рада, что я буду переделывать свои ногти. Хотя моему маникюру всего-то, девочки, 10 дней. Я пошла к польскому мастеру в салон, который рекламируют многие польские блогеры. И не хочу никого обижать. Но когда я вернусь из маникюра у Алины, я потом хотела бы побеседовать с вами на эту тему. Конечно, способности мастера не зависят от национальности. Пожалуйста, не придирайтесь к конкретному слову. Я продолжу свою мысль, когда вернусь на этой руке как-то более-менее, хотя бы более ровно. И если уж совсем по-честному, то мне пропилили этот ноготь и этот. Я надеюсь, что мне не испортили на совсем ногтевую пластину и что с этим можно будет работать. Но, возможно, я вернусь вообще без ногтей и буду это все отращивать. Итак, ногти сделаны. Вот так должен выглядеть качественно выполненный маникюр. Возможно, камера этого до конца не передает, но в прошлый раз действительно ногтевая пластина была неровной, плюс неровное покрытие цвета и топа, и также не настолько хорошо обработана сама кутикула. Вот если я нахожу своего мастера, который качественно выполняет работу, и меня все устраивает, я буду ходить к нему годами, даже если он поменяет свою локацию. К счастью, Алина никуда не переезжает, и мне не очень-то и далеко. Ну, плюс я с пониманием отношусь, например, к повышению цены, потому что вообще-то как бы инфляция. И я никогда не получала никаких там скидок, никогда не делала у нее бесплатно маникюр, но я как бы с радостью делюсь какой-то информацией, которая тоже кому-то может понадобиться. Потому что я помню, как много лет тому назад я переехала в Польшу, в Украине у меня были нарощенные ногти, все держалось безупречно. А здесь я так и не смогла найти того мастера. Я платила огромные деньги. На те времена 250 злотых, это было очень много для меня. И это был такой краковский ценник за коррекцию, даже не за наращивание. И все отслаивалось, не держалось. И я меняла мастеров. Я, короче, потратила кучу времени и денег. В итоге просто это все сняла и очень долго пользовалась обычным лаком. Потом я уже открыла для себя шелак. И вот давайте поговорим на тему бьюти-индустрии. И мне кажется, что она у нас на несколько уровней более развита в бывших странах СНГ, чем в Европе и в Америке. И как вы думаете, с чем это связано? Я просто немножечко перескажу вам ход мыслей из нашего разговора с подругой Полькой. И мне будет интересно, что вы думаете на этот счет. Только, пожалуйста, давайте друг друга не оскорблять. И я надеюсь, что вы не сильно напихаете мне за это в Панамку. Вот если посмотреть там в далекое прошлое, то социальная роль женщины в Европе, в Америке, в каких-то развитых странах была несколько другой, чем в странах бывшего СНГ. И на это тоже влияло несколько факторов. Во-первых, у нас, у женщин, не было какого-то, знаете, стремления к саморазвитию, к самореализации. Женщин тоже не воспринимали как хороших специалистов. И сейчас кое-где это все равно остается. В той же Европе все мы, женщины, боремся за то, чтобы получать зарплату просто за хорошо проделанную работу на уровне тех же мужчин. Также в странах бывшего СНГ как-то более развит был, что ли, патриархальный устрой, где женщина занимается бытом, а мужчина финансово обеспечивает семью. Лично я тоже из такой семьи. Конечно, это не вот прям, знаете, глобальное какое-то явление. Так было у многих. И до сих пор остается. Для кого-то это выбор. Это тоже окей. Лично я как бы никогда не стремилась к тому, чтобы отрастить себе яйца, показать мужчине, где его место, быть не только наравне с ним, а загнобить его и поставить в угол и показать, что я вся такая из себя самостоятельная. И фак ю, просто если что, да пошел ты. Нет, я, например, всегда хотела, я тоже менялась, да, чтобы я никого не вынуждена была терпеть. Не из-за денег, если он будет поднимать на мне руку, если он будет мне изменять. Я развернулась худо-бедно, но я смогу обеспечить себя и своего ребенка. Но так как я воспитывалась в патриархальной семье, где работал папа, большую часть жизни их совместная, да, он обеспечивал семью, и меня тоже где-то там воспитывали так, что мне нужно хорошее образование, что я обязательно должна работать. И в принципе сейчас наш семейный устрой по сравнению с моими родителями выглядит совершенно по-другому. И, например, даже мама Томыка, да, она полька, она не совсем это понимает. Почему это я работала, даже будучи в декрете, почему я так стремилась к какому-то саморазвитию. Это делается во благо семьи в первую очередь, но что касается меня лично, это дает мне свободу выбора. И мне кажется, это классное такое взаимодействие в паре, где каждый может друг друга подстраховать, и в финансовом плане в том числе. И это отражается вообще во всем, да, не только я занимаюсь с детьми, а с самого рождения детей, Томок мог спокойно поменять памперс, там посидеть с детьми, я могла куда-то поехать, в пресс-туры, я могла сидеть снимать видео, какие-то рекламные интеграции. И свекровь, например, моя, она часто говорила, что я не понимаю, как это. У нас женщина готовила, занималась с детьми, я сидела дома, папа все обеспечивал. И вот видите, Польша, она не совсем прям, вот знаете, как старый Запад. Она очень сильно подтянулась за последние лет так 20, но все же старшее поколение было очень похоже на поколение моих родителей. И также, когда мне папа говорил там, ты должна получить хорошее образование, он этому способствовал. Он говорил, что я должна работать, но при этом он говорил, ты тоже там себя не запускай, ты должна быть ухоженной, тебе же еще выходить замуж. Я это все как-то немножко пропускала мимо ушей, и главным критерием для меня был неденежный муж. Я не наводила марафеты ради того, чтобы найти себе мужика, но действительно где-то осадочек остался, как говорится. И я тоже хотела в первую очередь нравиться кому-то. Я не говорю, что у всех так. Услышьте меня, пожалуйста. Если вас воспитывали по-другому, то супер. Сейчас наше поколение, и младшее поколение, и старшее тоже переобразовывается, узнает, осознает что-то и делает это для себя. Но все-таки у очень многих девушек, женщин моего поколения, и вообще абсолютно разных. И 30 лет тому назад тоже часто, наверное, было такое, ну что ли, понимание того, что по карьерной лестнице я все равно не добьюсь того, что я хотела бы, так как женщины всегда как-то так сторонились на руководящих должностях. Это было скорее редким явлением, нежели повсеместным. И да, тоже подыскивали какую-то хорошую партию для себя, чтобы понравиться мужчинам, мы больше за собой ухаживали. И времена поменялись, а вот эта привычка женщин быть ухоженными осталась. И это тоже повлияло на бьюти-индустрию. Если не согласны, напишите свой вариант, почему вы думаете так произошло. И сейчас у нас уже женщины делают маникюры, укладки, макияж, как мне кажется, по большей части для себя. Мне неприятно ходить с грязной головой. Я спокойно могу как накраситься, так и не накраситься. И мой муж может сделать мне комплимент просто независимо от того, какой у меня макияж или как я что-то там себе скорректировала у косметолога. И поэтому наши бьюти-мастера больше спрос, и они как бы больше совершенствуются, узнают новые технологии, пробуют какие-то новые материалы и так далее. И запрос у наших девочек отличается на запрос тех же полик. Не обобщая, как бы, но все равно. Большая часть, например, я общалась там с косметологом-украинкой, которая очень давно переехала в Польшу, и она говорит, мне было очень сложно перестроиться на польского клиента, потому что наши девочки уже сейчас приходят, и они говорят, мне укалите так ботокс, чтобы было незаметно, чтобы морщины там разгладились, чтобы я сильно брови не задирала, это не усугубляло там морщинки, но чтобы лицо не было каменным, чтобы у меня все же оставалась какая-то живая мимика на лице. Полька же приходит и говорит, так, мне, пожалуйста, вколоть так, чтобы мне пришлось приходить к вам еще год, и чтобы это было заметно. То же самое с ресницами. Если наши девочки уже по большей части выбирают натуральный эффект, наращивание, например, или кто-то вообще перешел только на ламинирование, и хочется просто не красить ресницы, но чтобы они выглядели натурально, подходили к нашему образу, и в Польше, если приходит полька, не все, опять же, то в основном говорят так, сделайте мне вот так, чтобы надолго хватило, и чтобы было заметно. Это тоже из опыта общения с польскими мастерами. То есть они хотят максимальный результат, и сначала заходят ресницы, щетки, а потом уже вы. А наши девочки уже как бы отошли от этих трендов на огроменные нарощенные ресницы. Кому-то это нравится, это тоже окей, делайте, что хотите. Но глобально наши мастера, они уже работают чуть-чуть в другой технике, скорее более натуральной. То же самое касается губ. Подколоть так, чтобы что-то скорректировать, но не губищи какие-то, да, которые раньше все кололи. И это отражается во многом, да, и в маникюре, и в косметологии. Наши парикмахеры тоже обалденные. Это не говорит о том, что в Польше все мастера, которые работают по старым трендам и техникам, нет. Но их просто меньше. Мне кажется, что если бы я пришла в первый попавшийся салон там, сделает ногти в Украине, я была бы больше довольна, чем в первый попавшийся салон маникюрный в Кракове, скажем, да. Просто очень крутых мастеров гораздо меньше. Бранжа, в принципе, не так сильно развита. И те, кто делает круто, у них запись на полтора месяца вперед. А у парикмахеров так вообще на год, а то на полгода или на год. И глядя, например, на европеек, они в целом не так заморочены, да, по поводу своего внешнего вида. Но мне самой нравится сделать ногти, красиво, стильно одеться, каблуки надеть. Для себя в первую очередь у меня меняется походка, возможно, даже какое-то там поведение. поведение, я чувствую себя по-другому, и я это излучаю, а не для того, чтобы там привлекать всех мужиков вокруг себя. Или там как-то стимулировать мужа на комплименты, или на то, чтобы он обратил на меня внимание. Это очень интересная тема, и мне хочется, чтобы из моих видео вы тоже выносили какую-то пищу для ума, для шевеления мозгов. Поэтому напишите мне, что вы думаете на эту тему. И я очень хочу, чтобы вы тоже услышали. Я не имела в виду, что наши девочки сейчас такие ухоженные, потому что их главной целью является привлечение мужчин. Отчасти это отголоски прошлого. Но я надеюсь на это, и мне кажется, что большинство и моих зрителей, в частности, современных женщин делают что-то для себя. И они чаще посещают того же косметолога, чаще делают маникюр. И все-таки, даже если я иду по улице, я могу узнать нашу девочку, даже если она будет в спортивном костюме, не накрашенная, и там с ребенком на велосипеде. Это классно. Почему нет? Мне нравятся ухоженные, красивые женщины. Которые, ну, просто, знаете, излучают какую-то красоту. Я не говорю, что кто-то, кто неухожен, некрасив, но я сужу по себе. Если я ничего с собой делать не буду, буду мазаться, не знаю, там, вазелином, буду мыть голову чем угодно, не буду делать укладку, надену на себя что-то там, такое первое попавшееся, я не буду выглядеть так, и я сама себе не так сильно буду нравиться. С любым материалом, блин, можно работать, если я могу себя привести в порядок. Это тоже хороший, хороший навык, хорошее умение, потому что порой просыпаешься, как будто у тебя танк переехал, и тебе нужно в этот день выглядеть хорошо. Вы идете куда-то там на день нождение или еще что-то там. И я могу себя привести в какой-то нормальный вид. А иногда я там хожу дома, не причесанная, не накрашенная, мне тоже окей, мне не нужно каждый день, знаете, блистать. Но навык хороший, и пригодился мне очень много раз. Там гуаша сделал микротоки, подшпаклевал что-то, причесал себя, о, уже получше. А еще если одеться как-то, ну прям чувствую себя совершенно по-другому. Лично я, я не жду реакции общества на это. И сейчас социальная роль женщины тоже меняется, и социальное положение, да, многие... Хотя вот этот сексизм, он все же на работе, в рабочем пространстве, да, он присутствует. Но я где-то читала исследования о том, что многие фирмы даже нанимают женщину, у которых дети, отдают им большее предпочтение, потому что они очень крутые тайм-менеджеры, и они очень здорово распределяют свой график дня таким образом, что они более продуктивны. Вот. Поэтому дети и все остальное, это не помеха, и я надеюсь, что в эту сторону будет меняться наш мир, и мы в нем будем такие красивые и ухоженные по мере своей потребности. Вот сколько вам надо, столько и ухаживайте за собой. И говоря о бьюти-индустрии, да, девочки, посмотрите, как у меня отросли волосы. Это не все, то есть спереди. У меня тут еще сзади их куча. Они не прям жидкие, я хочу вам сказать. И я стриглась последний раз в марте, аж в марте. Сейчас мне их очень сложно уложить. И я решила оставить на лето волосы подлиннее, потому что я знала, что мы будем много уезжать там в теплые какие-то края. В принципе, погода летом нас очень радовала, и мне гораздо удобнее там связать волосы подлиннее. То в шишку, то в хвостик, высокий, низкий. И действительно, ходила так, просто их не трогала, оставила в покой. Я ничего для этого не делала, и они вот отросли где-то, наверное, настолько. Это я сейчас, типа, пыталась что-то уложить, и они чуть короче, чем есть на самом деле. Кажутся, потому что какие-то тут завитушки пооставались. И сейчас я тоже думала постричься, потом вроде как и отрастить хочется, но зачем? Типа, ну, смысл какой? Не могу сказать, что я очень сильно нравлюсь себе с длинными волосами, но опять же под шапку так удобнее. Но такую длину, с другой стороны, я на себе не переношу. То есть нужно или отращивать, или обрезать. Я не уложить ее не могу, не сама себе особо не нравлюсь. Сегодня, мне кажется, у меня просто удачный день. И меня тут пригласили на мастер-класс по укладке на Dyson. Еще летом меня звали, но мы были в отъезде. Сейчас, возможно, мы тоже поедем. И я не знаю, даже если не поедем, мне, конечно, будет супер обидно. Схожу на укладку на Dyson, на мастер-класс. Я вообще не знала о том, что такое существует. Это очень крутая опция для таких леворуких в плане причесок, как я. Ну, а сейчас, девочки, пойдем с вами. Я покажу вам ретинол, которым пользуюсь. И у меня появилось кое-что новое. Так, принесла сюда все свои ретинолы. И кое-что хочу сказать вам об уходе. И 13 октября у меня проблема с датами. Это же Винстия вам рассказывала. У нас с мужем была годовщина. 12 лет в браке. Но вместе мы с 2008 года получается. И я не знаю, он специально выбирал такой букет. Правда, он чуть-чуть завял уже. Ну как, розы, да? Нужно их подоставать. Впервые он подарил мне такой оригинальный букет, который вызывал у меня восторг. И до сих пор это делает. Может, куплю новые розы, поменяю. Настолько мне сильно нравится. Очень оригинальный. Ну, как-то розы прям завяли спустя 2 дня. Может, им слишком жарко здесь, в моей комнате. Мы еще ждем наш общий подарок. Не просто мой. Мы решили не дарить друг другу что-то. В принципе, как бы на годовщину там всегда получают цветы. Мы стараемся куда-то выходить. Но мы очень надеемся отпраздновать годовщину в одном месте. И сейчас это под вопросом. Я жду какой-то информации. И, конечно же, вы узнаете. Если не получится, то расскажу, почему. И поделюсь. своим таким расстроенным, наверное, состоянием и своим опытом. А если получится, то, конечно, и вас, и меня ждут незабываемые приключения. Но теперь вернемся к уходу. Вот, девочки, мне так плохо, когда нет солнца. Сейчас за окном. Прям настроение даже гораздо хуже. Сегодня солнце, все классно. Но оно так слепит в каждой комнате, что я не знаю, куда мне спрятаться. В общем, я человек, который любит долго пользоваться ретинолом. Именно тогда он проявляет себя во всей красе. Но если это жесткий ретинол, то он раздражает мою кожу, вызывает шелушение, покраснение и также высыпание. Поэтому на долгую дистанцию я выбираю такой легкий ретинол, можно сказать. То есть, это уже работающая вещь, но не настолько, что вот прям сразу, как змея, скинуть кожу и радоваться новой. И на самом деле, в случае ретинола, меньше значит больше. Мне очень нравится ретинол, который продается на iHerb. что-то такое, оставлю вам ссылку. Но я подумала, сколько уже лет можно пользоваться одним и тем же и начала копать. Короче, что еще интересного сейчас есть на рынке. И накопала. И сегодня я тоже получила новинки, которые протестирую уже позже, если мы так и поедем. Ха-ха! Реально, у меня уже такие планы, я вся в мечтах там, все поперекладывала и сейчас в подвешенном состоянии. В общем, насмотрелась я разных материалов, перечитала, короче, какие сейчас такие новомодные ретинолы, которые нравятся другим, не просто любителям косметики, но и что и говорят там, профессионалы и так далее. В общем, есть вот такой, это корейский бренд. Называется Innisfree. Я вечно их путаю. Innisfree есть и Innisfree. Я как-то мало чем пользовалась от Innisfree, но в итоге решила попробовать, потому что многие хвалили его именно как такой, знаете, щадящий ретинол для кожи, но при этом работающий. Я заказала себе 30 мл. Есть еще и 50, но я подумала, вдруг что-то не сложится, ну, чтобы не жалко было. Это не прям супер дешево, но. И при заказе 30 мл мне прислали вот такой наборчик, в состав которого входило две миниатюры, таких же, с ретинолом. Вот видите, удобно брать с собой в поездку. И здесь по 10 мл. То есть по факту у меня 50. И еще 10 мл. От того же бренда, из той же линейки, крема с ретинолом. Его я не пробовала. Это не то, что вы прям, знаете, такой обзор на ретинол. Я показываю вам, что интересно мне, что покупаю я, что буду использовать в своем уходе. И потом буду делать на это обзоры. И вот этот ретинол, он идет с цикой. И это как не просто сыворотка, а ампула. У нее очень приятная текстура. Такая чуть-чуть, как бы гелево-водянистая. То есть она не прям вот супер жидкая. И буквально там, после нескольких использований, я заметила, что мои какие-то пигментные пятна, у меня на лбу они начали появляться. Кстати, о пигментации тоже будем говорить. Это не всегда связано с тем, что, не знаю, мы там используем ретинол или не слишком регулярно обновляем SPF. Иногда это проблема изнутри и не конкретно связана с кожей, с уходом и с SPF. И после того, как я начала использовать ретинол, я заметила, что пигментное пятно становится меньше, меньше, меньше. И в принципе кожа настолько, как отглаженная утюгом, знаете, она сияет. Это сияние, оно буквально пробивается даже через тон. Это очень красиво. Поры такие более упругие, нерыхлые. Если там где-то один прыщ был и красное пятнышко, то это очень быстро все выводится при помощи ретинола. И главное, что он не вызывает у меня раздражение. Кстати, как-то так по картинкам в интернете, по обзорам, я и предположить не могла, что это настолько увесистая, такая конкретная, качественная баночка. Это то, чем я попользовалась. Говорю, что проявляет себя классно даже там спустя несколько раз использование. И буду продолжать дальше. И вот действие ретинола, да, я, конечно, не пудрюсь, но тем не менее кожа у меня сейчас тьфу-тьфу-тьфу в очень хорошем состоянии. Она такая супер гладкая и прям сияющая, да, может для кого-то чересчур, но можно запудриться. На этом мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Ссылки на то, что показывала, постараюсь оставить вам в инфобоксе. И я была очень рада с вами повидаться. У меня сейчас чуть меньше возможностей снимать, но как только появляется свободное время, я обязательно это делаю. Я очень сильно скучаю и очень хотелось бы организовать свое время таким образом, чтобы выпускать не одно видео в неделю, а хотя бы два. Ну, сейчас получается вот так. Пока-пока и увидимся с вами совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok